я спрашивала сегодня александра как вы на обозначили вашу тему она у вас оказывается не обозначена как что что вы слышали о чем мы будем неделю говорить прощение вы услышали слова прощения окей хорошо я я назвала это примирение и отсюда получилось прощение все мой предмет называется основа миротворчества но конечно же конечно же он связан с прощением и как я в прошлый раз когда была у вас в аудитории я спросила пошутила с вами как разговаривать как с пациентами или как с докторами это очень важно что это за вопрос служители когда слушают любую науку они сразу я беру для того чтобы применять им есть где это практиковать в этом есть смысл когда вы слышите какую-то теорию и вы берете этот инструмент он вам необходим для совершения служения это одно качество слушателя и предмет по-другому на самом деле может преподаваться если же вы такой слушатель который принимает исключительно для себя на сегодняшний день и такое тоже может быть хорошо и правильно например вы недавно обратились и вы не все еще знаете и вы не знаете что важно прощать и тогда я буду вам рассказывать целую неделю что прощать это важно и важно это прощать то есть это как вы как вы понимаете это совершенно два разных предметов с другой стороны если век вам обращаюсь как доктором как служителям то тогда мы будем с вами разбирать предмет важности прощения или о том как людям помогать прощать как приходить к примирению как сделать так чтобы прощение было реальным а не фиктивным давайте значит чего мы с вами начнем мы начнем с вами с разбора писания хорошо ним всего конечно же всего у нас не получится я для того чтобы вы не искали это в мобильных телефонах давайте вы спасибо раздать материал нужно для того чтобы вы не искали это в мобильных телефонах я те отрывки из из писания сразу распечатала вот да ну да нет ссылки ссылок есть ссылок начинается у вас зелененьким а это ну да внизу это учителя или авторы вы не забегайте наперед давайте начнем с введения хорошо сведения мы начнем у нас первое что мы разберем первый отрывок это матфея 24 глава и начнем сначала можно в принципе с какого с третьего стиха ну дать из 3 когда же он был на горе леонской приступили к нему ученики наедине наедине и спросили скажи нам когда все это будет ну речь идет о конце времен да как одни он нам и какой признак твоего пришествия и кончины века и шо говорит им во первых будьте осторожны чтобы вас никто не обманул при силу слова это обман его в заблуждение берегитесь или остерегайтесь можно сказать наблюдайте за за тем чтобы вас не обманули потом он говорит многие придут ко мне придут под именем моим и будут говорить я мессия и этим людям много многих удастся обману да то есть это будет происходить также вы услышите о воинах военных слухах смотрите не ужасайтесь и потому что этому надлежит быть это но это еще не конец то есть вещи которые будут пугать людей ну нормально они не понимают их природу да они будут бояться этого вы же не бойтесь это не значит что уже конец восстанет народ на народ царство на царство будут глады моры землетрясения по местам все же это начало болезни 9 тогда будут придавать вас на мучения убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и тогда соблазняться многие и друг друга будут придавать и возненавидят друг друга и многие лжепророки восстанут и прелестят многих и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется радостное такое такая радостная такая картина будущего то однако мы понимаем что это реальностью и шоу своих толмидим до готовят к неким событиям мы можем с вами спорить о том было это или еще будет но мы должны понимать что библия эта книга которая рассказывающая об определенном времени об определенной истории но также эта книга которая говорит о века через века и некоторые вещи которые происходили о них принципиально описано так в этих описаниях мы узнаем законы жизни которые повторяются на земле не в зависимости от исторического эпизода ну так написано например вы слышали все что было еще будет да нет под небом ничего нового и так далее так вот здесь идет предупреждение войнах ну понятно землетрясение глад и болезни тогда соблазняться многие 10 стих будут а вот кто соблазнится вообще о ком идет речь ну тогда соблазняться многие вот и будут друг друга предавать возненавидят друг друга все ли согласны что лечь идет о верующих о ком кто соблазнится кто кого предавать будет о ком и шоу предупреждает как вы думаете возможно народе его о церкви нам важно понять возможно евреях возможно не евреях давайте сейчас будем смотреть в писании и предполагать вы умные люди вы любая ваша мысль которая исходит из вашего размышления она очень ценна самое главное не надо бояться не попасть в правильный ответ потому что это не викторина что где когда здесь очень важно как что вы думаете об этом это же реальные тексты до реальных в людях о реальном времени каком-то многие соблазнятся вот что такое вообще многие соблазняться что давайте на современный язык переведем эту фразу вот я к вам пришла я никогда не знала библии мне вообще не понятен синодальный язык перевод и вообще говорю на украинском предположим скажите мне что здесь написано и не будут видеть что это правильно или неправильно они просто будут идти в этом складе вот иди туда и не мы это читаем вот само слово соблазн что означает я соблазнился что это означает я я повелся на что-то меня развели меня развели я повелся да да то есть обманули и люди повелись на какой-то обман да так окей значит они сначала были не в обмане когда мы чувствуем что это неправильно все равно так делаем это эта игра уже совестью наш и будут друг друга предавать совершать предательство моральные гадкие моральные поступки до возненавидят друг друга когда они возненавидят друг друга и предполагаю что до этого момента это ненависти не было до какого-то момента не велись и до какого-то момента не предавали то есть но с какого-то момента начнут предавать начнут они не придут я была сейчас в одном городе в турции после этого перечитали с мужем книгу откровений пытались найти там может быть в книге откровений думаю где-то там есть описание потому что этот город находится между ефисом там вот это место византии и это город где проповедовал филипп и недавно и нашли его захоронение и нашли место его распяти даже остановили другие раскопки будут заниматься именно этим местом и история такова что когда он туда пришел он пришел туда с варфоломей по моему и с мириан сестрой и они проповедовали против культа этого херополис сейчас это помукали турецкий город когда-то был ставрополь и они проповедовали против гаданий потому что это место херополис это святой город в переводе означает место поклонения полону там храм аполлона был и одним из культов поклонения там было гадание это как вообще культура местного населения он проповедовал против гадания что только бог один святой знает судьбу человека и так далее его казнили его распяли на кресте но варфоломея и мириан нет почему потому что жена царя того города она успела уверовать и она выпросила их жизни он погиб филипп погиб но движение евангелия началось настолько сильно в том месте что там есть такая историческая раскопка огромный амфитеатр раскопали под землей то есть как бы если вы со стороны смотрите его почти не видно нужно подняться на возвышенность и посмотреть вглубь он раскопан изнутри достаточно большой не знаю там тысячи сколько там людей вмещается это исторические данные говорят что уже через сто лет весь этот языческий амфитеатр был наполнен церковью а город я не знаю сколько там население это маленькое место это маленькое место обратились все что ли если такие цифры были потом там церковь на церковь и строили и там небольшие раскопки это вначале турки наверное не особо заинтересованы в том чтобы это восстановить я к тому что почему я об этом вспомнила вы говорите гонения гонения есть люди на которые гонения не влияет в плохую сторону есть люди которых гонения делают сильными очищают их посвящения как очищают вообще ценность самих этих особенность самих этих людей у вас выделен это 12 стих причине умножения беззакония во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется кому обращается и шо все-таки друзья и когда речь идет о том что не соблазнились нас потом не соблазнялись но соблазнились не придавали а потом начали придавать друг друга люди которые повелись на лжепророков это далеко не мир это люди которые шли за господом и потом соблазнились нам на обман потому что миру все равно за какими уже пророками ходить что что любовь была и охладила и вот претерпевший же до конца спасется кто такой этот претерпевший до какого конца человек это речь идет о людях как несмотря на то что вокруг этих людей разлагающая обстановка ну вот все так делают вот все так делают да будут люди которые не поддадутся этому влиянию этому массовому беззаконию и они будут претерпевать я смотрела там греческие переводы стараться выдерживать сопротивление эти люди они наследуют спасение по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь я так к вам оставляла пробелы чтобы вы могли сделать себе записи как вы думаете что такое умножение беззакония как это вот вы пишите газету вы журналист я люблю все переводить на современный язык окей да еще когда повышается преступность любая то есть убийства грабежи и так далее и тому подобное я думаю это законе оно напрямую связано на нехватка людей человек явно тот который нахватит забор и не любит Бога и не ищет его не нахватит его системой потому что если ты имеешь отношения с Богом то оно как бы не сможет как бы не следовать да и владеть того поэтому эти люди которые не будут особо знать Господа они будут находиться в таком состоянии и я думаю это еще беззаконие игнорирование что такое беззаконие совершенно верно нарушение закону а как здесь следствие причина друзья в двенадцатом стихии сначала причина а потом следствие недостаток любви является следствие посмотрите чего следствие то есть не сначала люди не любят а потом нарушают законы и папа да мы сейчас мы мы уже с вами понять о чем здесь вообще написано как это работает да юра тот практически да но здесь написано по причине умножение беззаконие во многих охладеет любовь давайте смотреть в текст хорошо это хорошо то есть тут любовь охладевает от того что у кого-то у другого тоже охладевает любовь то есть оно как-то друг друга как-то с логикой давали правильно смотри вот тебе к тебе человек хорошо относится да и ты с ним поступаешь не по совести ты там его ты кидаешь его обманываешь и конечно у него у него хоть это любовь потому что ты себя так видел что он не может он просто не в состоянии больше любить потому что ты себя так ведешь вот и что то есть такой момент когда ну написано тоже о том что есть какой-то момент когда очереняется соли и сжигается соли но опять же что это уже следствие да как бы причина того что человек перестает именно идти за Богом что на ваш взгляд какого нарушение какого закона о каком законе идет речь любовь моральные принципы где их узнать эти моральные принципы как вы думаете вот нарушение система можно можно так сказать это атмосфера совершенно верно что-то все время игнорируется что-то нарушается ты что-то хотел сказать а и второе третье четвертое давайте вернемся в причину в беззаконии я хочу знаете что знаете знаете во что можно превратиться в такой философии шелом это я все время его рассказываю вам наверное да про белочку когда вы знаете да про белочку кто не знает про белочку кто-то не знаю о ехать я вам расскажу слова есть люди которые не знают про белочку урок воскресной школы заходи ада шалом урок воскресной школы и учительница говорит учитель говорит деточки кто это вот угадайте загадку рыженькая знаете да на веточках такая серия я расскажу есть люди которые не знают он сидит говори орешки грызет ну кто это дети такие стопори такие смотрят на учительницу ну дети ну на елочке сидит орешки жует рыженькая с хвостиком дети вообще такие вот но ушки такие с кисточками хвостик засидит орешки ну кто этот я знаю что ты на белочку похож вот мы все знаем как надо красиво говорить да 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 я хочу что белочку называли белочкой короче вот что я хочу вам нравится находиться в группе людей где и постоянно игнорируются этические нормы предположим ну до 121 раз где-то мы понимаем что терпеть лопает и вы уже не хотите это терпеть нести покрывать и и быть снисходительным знакома вам такая ситуация да мы приходим домой в совершенно разгневанном состоянии и мы помним про первую заповедь что надо любить бога и потом ближнего но что же делать с этим состоянием когда ты уже приходишь в церковь на собрание и только присутствие одного этого человека выводит тебя из собрания вот непрощение и ты уходишь еще с чувством вины домой что у тебя нет прощения когда один и тот же человек один и тот же человек против тебя совершает постоянное нарушение каких-то границ ну конечно мы будем целую неделю пытаться понять где это решение но речь идет о том речь идет о том сегодня что нам нужно быть здравыми здраво оценивать ситуацию потому что если мы будем говорить что иисус очень на белочку похож мы никогда не будем знать как решать ситуацию вот чем дело я знаю и вы знаете что среди святых существуют конфликты и непрощение и самое лучшее что могут сделать сегодня люди это притвориться в прощение но внутри не имеет того шалома которым был говорит бог поставить дистанцию перейти за одной домашней группы в другую домашнюю группу перейти за одной церкви в другую церковь ну так чтобы ну на крайняк сесть другом конце зала создать иллюзию прощения ну что тоже надо делать но внутри охладела любовь она охладела потому что любовь это тогда когда вы идете на встречу когда вы хотите видеть человека когда вы смотрите ему в глаза когда вам радостно встречи но когда любовь охладела вы холодно здоровайтесь делайте визит какой-то вежливости в крайнем случае но любовь охладела или вам незнакома такая ситуация по причине беззакония умножение беззакония во многих охладевает любовь а там где охладевает любовь там нет страсти там нет единства она есть видимое она существует когда мы так мы стараемся удерживать этот худой мир или видимый мир иллюзионный мир но когда мы читаем об отношениях в боге мы понимаем что это далеко не притворство что это истинная любовь и искренно бог видит сердца ну то есть мы понимаем что это лон он другой то есть стандарт или высокий призыв божий он гораздо выше чем то в чем мы живем вот в чем правда и когда нам говорят о том что по причине нарушения беззакония охладевает любовь нам не нужно философствовать это может быть возможно я так думаю возможно нам не нужно философствовать о том было ли у нас любовь не было ли у нас любовь почему мы нарушаем закон или кто может быть там стоит иногда пересматривать что есть беззакония и какие границы мы нарушаем или чего не следует нарушать чтобы не охладевала любовь к примеру вот это что-то более практическое давайте посмотрим посмотрим следующее место в коринфянам следующее место в коринфянам 1 коринфянам 61 кто здесь еще более сложное место наверное как смеет кто-то у вас я вам предлагаю открыть библии потому что там длинный текст и его не стала копировать и кто первый найдет просто начнете дальше читать хорошо как смеет кто у вас имея дело с другим речь идет о конфликте в церкви оба о конфликте между членами общины как смеет кто у вас имея дело с другим судиться у нечестивых они у святых разве не знаете что святые будут судить мир если же вами будем если же вами будет судим мир то неужели вы не достойны судить неважные дела кто может продолжить мы сейчас считали 1 коринфянам 6 головы разве не знаете что мы будем судить ангелы не тем ли более дела житель а вы когда имеете житейские тяжбы поставляете своими с людьми ничего не значащих в церкви стыду вашему говорю неужели нет между вами ни одного разумного который мог бы рассудить между братьями своими но брат с братом судиться и при том перед неверными и то уже весьма унизительно для вас что вы имеете тяжбы между собой для чего бы вам лучше не оставаться обиженными для чего бы вам лучше не терпеть лишения но вы сами обижаете и отнимаете и при том у братьев или не знаете что неправедное царство божие не наследует достаточно письмо написано общение и речь идет о том что конфликтная ситуация внутри церкви достигла до того что они пошли к юристам вне общины разбираться ну к юристам я не знаю кто там это был рыба местный знают они пошли раз искать правду искать решение своего конфликта вынесли это вне общины каким-то власть имеющим очевидно людям которые ну я думаю что тоже даже не помощь это уже желание доказать свою правоту то есть потому что внутри церкви этим не занимались или они возможно не слушали людей которые говорили как поступить и они пошли решать свои вопросы за пределы и он говорит о том что суд что такое суд а каком суде идет речь я тоже пересматривала переводы этих слов анализировать разбираться выносить суждение делать выводы выносить решение то есть вердикт какой-то о ситуации и этот суд он должен принадлежать знающим слово божье людям с авторитетом внутри общины то есть само писание рассказывает о том что конфликты существовали они были и людей не изгоняют из общины но с людьми решают эти проблемы по крайней мере к этому призывает апостол что их надо решать и решать правильным методом другими словами он говорит идите к миротворцам внутри общины неужели среди вас не найдется те кто могут вообще всю эту ситуацию примирить если вам доверено будет ангелов судить вам ну вам доверяют вашей мудрости вы идете к нечестивым вы идете к мирским решать ваши вопросы то есть данном случае суд который апостол все-таки хочет чтобы он был отдан в руки служителей общины старших разбирающихся скажем людей мудрых он его передает как ну скажем так как решение в руки миротворцев это люди которые будут примерять решать конфликт и примерять этих братьев между собой потому что не вопрос чье имущество кому достанется вопрос будет ли у вас мир после того как вы порешаете все эти ситуации если вы пойдете к светскому адвокату то один умный адвокат переиграет второго не более компетентного адвоката еще это имущество там от одного перейдет к другому но мира то между вами не будет но мира же между вами не будет кто-то конечно конечно еще решила говорит что прибери с братом своим пока туда не дошел потому что когда если ты туда уже попадешь ты останешься без ничего ты не знаешь кто выиграет даже если ты выиграешь на на душе то что останется на душе когда мир уходит ничего потом не радует например кто понимаете о какой среде мы говорим о какой культуре мы говорим если говорить о допустим там канадской американской культуре там есть профессия неважно это среда верующих или неверующих людей это специалисты миротворцы я думаю что это люди высокого вообще но за я думаю что это люди высокого духовного уровня я думаю что верующие люди должны это природно уметь делать но при желании или призыве божьему этому можно научиться это не с потолка как резко компетентность не падать мы будем с вами компетентности говорить где ее взять даже там поиграем немножко с вами вот и так конфликты существуют ситуации которые не позволяют быть настоящему миру существует истории наверное многим знакомы когда люди играют в притворное прощение потому что надо как-то замять конфликт и и как-то его пытаются таки замять но внутри остается как в том анекдоте когда ложечки нашлись впечатление осталось знаете знаете да как ложечки нашлись но впечатление осталось вот и вот так вроде помириться вроде как помирились но с впечатлением потом ходим и ходим вот вот этого божьего примирения настоящего очищающего когда сердце начинает дышать в каких-то ситуациях его не остается выбирается такой худой мир давайте посмотрим еще чуть-чуть писание шо якого 3 16 18 ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое но мудро исходящее выше во первых чисто потом мирна скромно и послушливо полна милосердия и добрых плодов беспристрастно и не лицемерно плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир здесь выделяет группу людей которые нацелены или направлены на сохранение шелома то есть люди и он их выделяет а для них ну скажем так я думаю я думаю я таких людей знаю мне бог дал подарок вокруг меня есть такие люди которые могут отказаться от многого от материального от перспективного могут отказаться от многих вещей на на что другие не способны ради того чтобы сохранить мир в сердце плод же в мире сеется у тех кто хранят мир это люди которые отказываются от перспективной работы понимая что она будет забирать у них все время и у них не будет время вот этого личного пространства для времени с богом это люди которые могут отказаться от крупного подарка потому что потому что у них внутренний покой по поводу знаете как библия говорит не у всякого бери вот они могут я не могу это принять сказать слова уважения любви прочего чтобы не обидеть человека нас не могут заставить принять если мы этого не хотим на самом деле иногда происходит борьба потому что отказ принять подарок может обидеть человека и мы можем тут действительно потеряться я говорю я не могу принять это и все я не могу это принять не обижайся я не могу это ну ну да слушайте свобода знаете есть такая такая шутка что ничто так не меняет витят вид отношения как финансовые в один день дружба может прекратиться в один день и люди которые ведутся на для них допустим финансы или подарки них настолько любят что они могут согласиться на такой куплю отношений то есть потерять дружбу но брать деньги к примеру или брать так сказать благословение от паствы а потом этими же деньгами стать зависимым от паствы и и ты не можешь ты не можешь человеку быть пастырем ты не можешь его корректировать потому что он тебе давал деньги ну да вот есть очень много есть очень много таких ситуаций и я говорю что вот здесь плод правды сеется у тех кто хранят мир люди для которых мир он ценен выше других вещей мы идем на перерыв и потом продолжим